Человек первой смены просыпался в 4 часа утра для того, чтобы приехать в 5 часов на диализ, провести 4 часа процедуру и уехать. Люди четвертой смены заканчивают процедуру в 10 часов вечера. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что недостаточное количество площади для поставки новых аппаратов. Насколько мне известно, появился инвестор, меценат, человек, что эта компания с Европой, мне как пациенту не надо об этом знать, он, скажем так, слухи доносится, предложил поставить бесплатно приборы, эти аппараты для видимого диализа в отделение. Но так как мест нет, у них было принято решение, если не изменять память, это еще было в начале года, перепрофилировать половину отделения нефрологии, для сделать ремонт, отвести коммуникацию и поставить эти жизненно необходимые аппараты. В первую очередь, это сократит количество смены, возможно, даже до двух смен людям будет намного удобнее, им не нужно будет нарушать свои ритмы, просыпаться в 4 утра, вести активную жизнь по 20 часов и спать всего лишь 4 часа. Во-вторых, это аппараты новые, соответственно, суббора будет оказываться лучшим. Новые фильтры, новые системы для пациентов до 3-ка плюс. К сожалению, уже на календаре 10-й месяц скоро, ремонт абсолютно никак не начался, идет запягивание со стороны административного аппарата, руководство больницы, и мы вынуждены, скажем так, не скинуть свет в это время. Будучи в Киеве, в Одессе, в отделении гемодиализа на консультации, я, допустим, скажу, что у них в отделении гемодиализа существует как отдельное коммунальное предприятие, и я выступаю за то, чтобы в отделении гемодиализа выступило в отдельную собственность коммунальное предприятие. Отдельно от управления административного аппарата, которая сейчас участвует на пациентах, и несет это плюс. Когда, скажем так, на одном из заседаний комиссии говорится о том, что все для нас в пациентах делается, была не смешная ситуация, есть в новостях видео, где лаврач больницы утверждает, что они закупили кондиционеры, а мы, пациенты, сбрасывали из-под 200 гривен под расписку, мы купили эти кондиционеры, мы нашли эту фирму, мы поставили сами себе. Куда он поставил эти кондиционеры, и создается вопрос. И очень много таких упранных моментов, когда, скажем так, деньги на нас экономятся, куда уходят, нам это уже неизвестно. Когда мы выбрали эти вопросы? Чуть больше года. Спасибо. Сергей.